Еще полгода назад вы могли подумать, что производство оживет? Нет, не надеялись. Уже сидели дома и думали, что все отработано. Уже готовы были разойтись по домам, воспитывать внуков. В июле этого года больше 200 сотрудников рубцовского хлебокабинета получили свои трудовые, их уволили. Кабинет, которому они посвятили больше 30 лет жизни, обанкротился. Причина многомиллионной долги перед поставщиками. Спасательный круг городообразующему предприятию бросил известный бизнесмен Сергей Левичев. Сейчас порядка 90 человек. Мы сохранили коллектив в основном и смогли людей вернуть на свои родные рабочие места. Энтузиазм ждали, когда открытие. Пришли, все мыли, восстанавливали, чистили, все убирали. Каждый день готовились к запуску цеха, ждали, когда мы наконец-то откроемся. Ароматные булочки, батоны и хлеб прямиком из печи, вкуснее которого нет ничего. Ассортимент комбината широкий. В планах его совершенствовать и расширять. Сейчас пока на этом месте мы планируем запустить в производство наш хлеб тостовый, который уже выпускался. Этажом выше цех по производству пряника. Ассортимент богатый. Мятная, овсяная, шоколадная и даже со сгущенкой малютка. Последний, кстати, пекарь готовит вручную по заявкам. Бывает, что по 150 килограмм за день. Расширять ассортимент, конечно, нам придется, потому что здесь конкуренция большая. Сами понимаете, в городе много сетевых магазинов, много различного пряника. Кстати, пока в крупные сети хлебзавод не зашел. Причина почти полугодовой простой. Завоевывать рынок приходится практически с нуля, рассказывает директор комбината. Объем мощности предприятия таковы, что мы можем накормить всю Сибирь. Наша задача – это выйти за пределы города, конечно. Это рынок того же Барнаула, Новосибирска, ближайших регионов. Ну и родной для нас юг Алтайского края тоже мы сейчас восстанавливаем. Оборудование на заводе крайне изношено. Часть техники глубоко пенсионного возраста. Сергей Левичев собирается ее модернизировать. Кстати, он также добавил, что уже на этой неделе помимо хлебной продукции и пряников, на прилавках магазинов вновь появятся торты и знаменитые клеры. Начнет работу кондитерский цех. Валентина Аскерова, Илья Халяпин. День с толком.